По прибытию на место происшествия, в остановочный пункт Рыбница, человека было не обнаружено. Начали отрабатывать прилегающие дома, железнодорожные пути вблизи станции Рыбница. Оставляли контактные данные жителям, также был отработан вблизи железной дороги магазин, где тоже оставили контактный телефон, отработали территорию деревни, прилегающую территорию. Проводились беседы с гражданами, которые встречали по пути отработки. Не найдя лица, было принято решение проехать, проверить еще железнодорожный вокзал. Была получена информация, что девушка направилась в сторону дороги Гродно-Поречья. И проехав туда-назад по разным направлениям, также мы ее не обнаружили. Было принято решение поехать на ЖД вокзал, опросить кассира поезда, который осуществлял вызов. Не проехавши деревню Богушевка, поступил звонок от продавца магазина с деревни Рыбница, что данная гражданка находится в деревне. Развернули служебный автомобиль, вернулись обратно в деревню Рыбница, обследовали опять всю территорию. И уже когда начинало смеркаться, обнаружили данную гражданку спящей на окраине деревни Рыбница, возле леса. Разбудили. Гражданка не ориентировалась в пространстве, посадили служебный автомобиль, чтобы человек немного обогрелся. Вызвали скорую помощь для оказания помощи медицинской. И дожидались бригаду скорой помощи. Приехала бригада скорой помощи, передали данную гражданку бригаде и доложили в дежурную часть и поехали дальше нести службу.